Добрый день. Ну, во-первых, мы знаем все про подтопление, да, во-вторых, мы заранее уже анонсировали огромное достаточно количество, масштабное количество дорог в Амурской области, которые в этом году должны ремонтироваться. Вот поэтому начну с этого. Ремонтные работы как на настоящий момент приостановлены или идут по плану? Добрый день. И сегодня в связи со сложившейся ситуацией мы пока программу эту не приостанавливаем, она продолжается. Единственное, что на нас влияет, это погодные условия. То есть и прогноз такой, что мы всю программу эту сделаем вовремя и в сроке. Это хорошо. Но, тем не менее, процесс идет, да, вода пребывает. Насколько я знаю, некоторые районы пострадали достаточно серьезно. Вот первые, кто были, это у нас был Селемжинский, да, Мазановский район. По-моему, там пострадало дорожное полотно. Как там ситуация сейчас? Вы были на месте, нет? В первую очередь. То есть ситуация развивалась как раз у нас в противоположном направлении. Это Октябрьский район, Белогорский район. Даже старожилы местные говорили, что столько воды не было в 2013 году в данных районах. В данных районах мы, соответственно, кампанию по восстановлению уже начали. Там ситуация не очень сложная в этом плане. Взаимодействуем с МЧС. Восстановление дорог идет полным ходом. А как получается? Там еще вода до сих пор, я так понимаю, она же стоит? Вода, вот знаете, в Октябрьском районе, подъезд к Мухинскому, я уже был там три или четыре раза. То есть первый день нашего приезда было очень много воды. Буквально на следующий день она спала, начали восстановительные работы. Через три дня, приехав, воды стало еще больше. То есть полдня осадков усугубило ситуацию там в два-три раза. Вообще восстановительные работы, они могут идти практически, ну вот, только-только сошла вода и уже можно приступать? Как вообще это происходит? Ну, все зависит от ситуации. На каждом участке мы подходим индивидуально. То есть вода сходит, мы смотрим на последствия того, где-то разрушено земполотно, где-то размыты трубы. Поэтому трубы восстановить ждем, пока вода упадет, чтобы на том же месте. Где-то ставим, если идет разговор о устройстве временных сооружений водопропускных, то это начинается сразу компания в этом деле. Вообще пострадало там, вот в Октябрьском, давайте сейчас и Белогорском районе, там действительно как-то вот серьезно пострадали дороги? Или же в принципе там есть возможности объехать, если что? В Белогорском районе мы сейчас говорим о дороге Белогорск-Бочкаревка, то есть вода идет через дорогу, но там существуют объезды, поэтому данный участок просто ограничен в движении, закрыт, да? То есть, но проезд в эту сторону, на ту сторону Бочкаревка, это возможно по другим направлениям. В Октябрьском районе проезды затруднены, на сегодняшний день они существуют. То есть, мы сразу заходим, когда с этой компанией, мы стараемся технический проезд дать, а уже потом, после того, как всходит вода, уже говорим о полном восстановлении. Ну теперь тогда перейдем к другим районам области, которые пострадали, дальше у нас что идет? Да, сегодня наиболее сложная ситуация, это, конечно, Селемджинский и Мазановский район. В Мазановском районе ЧС вели буквально вчера, по-моему. То есть, там до настоящего времени, если говорить уж конкретно об участках, то это вот километр 283-295 закрыт для проезда, 215-239-й автомобильной дороги, где на Февральск и Кимчан, проезд на сегодняшний день отсутствует. То есть, там мы взаимодействуем с МЧС, частью жизнеобеспечения населения. То есть, там нет возможности как-то по другим дорогам проехать? Проезда нет, одна дорога, соответственно, воды очень много. Ждем, когда она спадет, сразу будем приступать к каким-то действиям. Ну там как дорожное полотно серьезно пострадало? Еще непонятно? Есть участки, которые под водой. Вот все, что касается Старого Февральска, там сложные участки. Мы их даже планировали вот в рамках программы этого года ремонта. Выделяем деньги на эти участки. Они просто сейчас под водой и говорить об ущербе пока рано. Но участки, вот что касается 215-239, то есть отдельные участки просто смыло земполотно. Надо будет их восстанавливать. Ну, так как сейчас там дорожные работы не ведутся, да, но тем не менее, я знаю, что вы за ситуацией следите. И знаю, что жители так или иначе все равно пытались прорываться, да. Такие факты тоже были. Ну, бывают факты, да, вот особенно там наведено во Февральских мечах, то есть люди попадали даже как раз на участках, где, так сказать, на острова. То есть у нас такое в практике бывает. То есть здесь конкретно с МЧС взаимодействуем, чтобы людей не оставить в беде. Кого-то МЧС перевозит на технике. Кто-то не хочет оставлять свою технику и продолжает ночевать на автомобиле. То есть ситуации действительно бывают разные, тут дорожным сотрудникам приходится как-то взаимодействовать. Но самое главное, что мы с нашими дорожными предприятиями сидим на месте, то есть мы заготавливаем материалы, приобретаем трубы, соответственно, чтобы сразу приступить к восстановлению. Вообще вот что касается труб и вообще какой-то вот системы вот этой вот, да, пропуска воды, назовем ее так, она необходима на этих участках? И она вообще существует там, нет? Ну, то есть есть существующая система водоотводных сооружений, мосты, трубы, канавы, куветы и так далее. Но если говорить о времени их постройки, то деревянные мосты там существуют еще со времен 60-х годов. Соответственно, многие из них мы сегодня, то есть в рамках, опять же, поездки губернатора сейчас разрабатываем программу по приведению этих мостов в нормативное состояние. Это строительство новых, да, и реконструкция существующих. То есть поводок нас в этом отношении очень подгоняет, да, заставляет как-то двигаться быстрее. В некоторых моментах даже приходится деревянные мосты пригружать грунтом, чтобы их просто не унесло. Вот это да. Ну да, непростая ситуация. По поводу ремонта дорог, я понимаю, что сейчас сложно сказать в каких-то сроках, но я думаю, тех жителей, которые живут на этих территориях, конечно, интересует успеть или сделать ремонт тех дорог, которые больше всего пострадали вот в рамках этого сезона. Ну, на сегодняшний день то, что мы видим, мы прогнозируем, что мы буквально там в течение месяца после схода воды мы все восстановим. Самое главное, чтобы ситуация эта не нашла дальнейшего развития, ну, чтобы она не усугубилась. Что касается средств, что тоже немаловажно, мы все понимаем, что все-таки бюджет области находится в достаточно стесненных условиях, а здесь вот когда происходят такие чрезвычайные ситуации, откуда-то нужно срочно находить какие-то достаточно серьезные суммы денег. С этим есть ли проблемы, нет, ну, хотя бы вот так приблизительно обозначите. Ну, на сегодняшнем этапе то, что мы просчитываем в районах компенсационные вот эти вещи, пока мы говорим, что мы будем работать в рамках доведенных лимитов нам. В 2013 году приходилось, конечно, даже прекращают расторгать контракты, соответственно, которые планировались в том году. Но пока у нас все контролируемо. То есть, в принципе, пока ситуация под контролем, дальше будем смотреть, да? Да, да. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Надеюсь, что если будет ситуация меняться, будете приходить к нам в студию и рассказывать. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о паводке, о ремонте дорог с начальником ГКУ Амуру Продор Александром Селиным. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи и будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин